гора клубники и на этом и на этом все облизываем последний раз в этом году машину но это я так думаю а там уже мне сейчас аву скажет а не лейль то давай еще скажу то не а вот а давай уже хватит потому что потом когда она остановится его потом жалко выбрасывать а лучше это фрукта у нее срок годности до 24 че-то 25 сухофрукты шо шо с ними пусть тем более герметически запакованы наедаемся клубники и сейчас бегу супермаркет хочу посмотреть что там за цены заехала я в супермаркет посмотреть на цены что я вам должна сказать не нашла скупила то что мне надо было а с каретой видимо потому что сегодня воскресенье воскресенье первое число если бы это было среди недели там может быть то есть италия не подготовилась к этому у нас кто ходил коп скупляться я тоже спросила вы видели говорю цены с каретой по снежке ничего не видели может не обратили внимание также доживем до завтра все таки интересно просто ради интереса вот так что у меня на работе сегодня было делаю я сегодня мороженое выношу очередную коробочку на витрину и тут ко мне подходит один человек говорит а я уже даже знаю как вас зовут и я говорит вас искал помните мы у вас пару недель назад ушали один день во время практически после обеда залетает ко мне группа мужиков разговаривает на русском языке потом я выяснила что это группа из прибалтики которые ехали в мотоциклетные путешествия в таиланд они у меня покушали или гора откуда отсюда в общем как всегда знаете услышали русскую речь и кто ты откуда мы оттуда по моему эстония по моему если не ошибаюсь в общем проходит я не знаю недели две три и вот сегодня этот человечек говорит а я тебя горит вчера искал а мне сказали что ты будешь только в понедельник это стефания так решила она наверное не знает что я воскресенье тоже работаю вот я говорю да у меня выходной но я здесь говорю какая проблема он говорит есть проблемка говорит ехали мы ехали и в общем у меня говорит поломался мой мотоцикл и говорит конечно отпуск провели хорошо везде мы покатались везде мы все все увидели все все запланированное сделали тут на обратном пути у него ломается мотоцикл знаете вот такое дело ритмата мотоцикл то старенький горит не в принципе его как бы и не жалко ну поломался нам надо будет выбросить на можно будет и новый купить в общем не суть вопроса суть том что группа его уехала он остался один я говорю я чем могу помочь она риту я в принципе переночевал гостиницы все нормально вроде как за мной должны выехать мои дети не знаю каком-то транспорте в общем не важно может чтобы погрузить этот мотоцикл говорит у тебя нет знакомых каких-то механиков которые можно обратиться естественно я позвонила славе слова как ты насчет механика по мотоциклу слова это я вообще-то не по мотоциклам ехал он по своим делам наехать позвоню-ка я луки позвонила я луки лука говорит так название мотоцикла горит свой я ремонтирую сам потому что ему хотела дать им своего лёлика механика телефон и все воскресенье выходные понимаете все все сервисы все закрыто у нас же воскресенье выходной день всех нормальных людей вот лука горит мнение лёлик лёлик тоже не по тем делам он по машинам по мотоциклам говорит давали марку мотоцикла мотоцикл бмв 2020 года кто там что там естественно он ему выслал сразу вместо сервиса куда куда можно будет обратиться завтра мы обменялись телефонами если надо будет где-то мужчина моего возраста тоже зовут слава 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 поломался слова я сразу подожди говорю две секундочки он говорит я сейчас поеду в музей морской музей туда у нас в порт туда-сюда как не горит лучше я говорю лучше такси не брать потому что тут две минуты хода говорю бери билетик на целый день автобус поезд и и метро и катайся себе смотри на достопримечательности города дорогу до гостиницы знаете у кого есть интернет тут всегда дорогу до гостиницы найдет думаю проблем никаких вот вот так вот держу его на связи спасибо спасибо если мало ли знаете человеку не хватит допустим языка объяснить и потому что он еще бросил этот мотоцикл он говорит не опасно я его оставил там-то там-то практически с порта он его вывел ну там такая дорога от порта ведет внизу говорит там в принципе я говорю ну там охраняемое место поэтому не переживай он говорит да я видел там и камеры стоят и все я говорю тем более если он не на ходу угнать не угонят зайти просто туда просто такой простой человек не зайдет так что разобрать по дороге не разберут до завтрашнего утра ну в общем будем следить за ситуацией надеюсь что человек завтра отремонтируется и уедет к себе в прибалтику и подумает о покупке нового мотоцикла потому что транспорт должен быть достойный и не ломаться и 2002 год это уже многовластенько я ехаю до дома но я уже честное слово хочу кушать было только нислородный отбеливатель который говорят что даже в холодной воде отбеливает белое белье и купила себе салатик сейчас себе какую-то рыбку сделаю на ответ покушаю можно было выехать на море но что-то я уже знаете до 12 часов провозим кац с мороженым насчет мороженого да расскажу историю вчера было это типа представление шоколадных мороженых шоколадных десертов то есть из мороженого делали десерта там собственно говоря ничего такого странного не было просто было добавление бисквита и всяких там вареничек я этого не делаю вот эти мороженое по итальянскому называется волосы душу перенасыщенный этим типа торта сахер все в таком роде потому что у меня мороженое так улетает понимаете у нас такой проходной двор когда она идет тогда она идет когда есть наплыв людей а когда люди прекращаются тут то ты его хоть сахером хоть хоть вафером назови она не пойдет если поэтому не особо и заморачиваться не надо ну там конечно был представитель этой фирмы который его и производил потому что то которое было произведено хозяином бара я видела что там даже рука не так не так поставлена как у меня и баристы собственно говоря при продаже тоже как-то чуть-чуть не так это ты видишь когда у тебя глаз наметанный когда глаз не наметанный все нормально персонала конечно но персонала должно быть много в таких местах потому что обслуживание и на улице у них но не о том речь речь о том что у них во вторник проходит курс по приготовлению именно таких вот шоколадных голозых мороженых курсы курсы мороженщиков которые я никогда в жизни не проходила нигде ничего как бы не видела все от себя кино что намалевала в голове то и выложила вот но он говорит приезжай на курсе ария с удовольствием но этот курс проходит мальпенса это всего два часа езды я представляю после работы два часа езды туда два часа езды обратно и частый посидишь на этом курсе но я говорю когда у вас эти курсы будут поближе сюда к дженово то говорю вы меня не забывайте вы меня пожалуйста оповещайте потому что я приеду с при большим удовольствием и полное изготовление шоколада и на изготовление кондитерских изделий то есть и после черия и даже хлебных изделий говорю мне это все интересно не так она мне может быть в жизни и не пригодится но вы знаете почему-то повышать свои ресурсы где-то что-то выискивать новенькое какую-то закладку в памяти делать это это дорогого стоит потому что все таки она вы знаете раз раз туда-сюда коснулся она в жизни вот она в жизни я думаю что всегда может пригодиться когда ты сам учишься нарушить права потому что мы сделали объезд заезд не заехала чуть-чуть дальше еще один разок нарушить сейчас кстати вот такие полицейские стоят по всему городу я вчера еду одному мужику моргнула а он мне в ответ моргнул я ему показываю там у меня за спиной она говорит там тоже она мига перекинулись там дальше тоже стоят также везде стоят везде проверяют спорта выезжала тоже какую-то машину шмонали в общем проверок на дорогах мама не горюй документы в порядке все должно быть в порядке вот так вот лилюк потрещав с вами и ничего не купил приехал до дома что-то что-то соображать так что тут у нас тишина и спокойствие взлетаем на нашу гору шумахеры держитесь за поручни что до камеры не дотянуться чтобы ее выключить наслажайтесь а я рулю никого не мог бы я рулю а я не выхожу потому что с этими говорит старикашками как пойдешь говорит что-то пить а потом ругаешься а потом неправильно играешь в общем я говорю правильно правильно а вот он говорит моей даме тоже один день настроение хорошее другий день поганый ну наверное как гроши даёт так хорошая как не даёт то поганый ай галланджина тоже еще тот клоун тот клоун ну что собьем машину нашего соседа не будем лучше не будем вот такой кислородный отпиливатель евро 49 вообще еще такой не покупала славы на носки он забывает на работе переобувать белые в черные тапочки серые вот этот гранат купила за евро но это рядом там на найце какие-то салатик девяносто девять копеек сейчас буду готовить обратно